Как оказалось, в понедельник была проведена демонстрация для некоторых представителей игровой прессы, в результате чего был показан новый геймплей Реалджека. Потому имеется новая информация, которую нам понадобится обработать, в связи с чем перейдём сразу к делу. И начинаем мы опять с сухого дока. Здесь нам демонстрируют наличие продвинутой снаряги, потому предстоит нам отправиться на более высокую уровню в эмиссии, чем на 134-м дефстриме. Но отмечу, что снаряжение не только следуется в клане, но и, например, находится среди заброшенных Реалджеков. Также похоже, что разработчики пересматривают экономику. Немного были уменьшены расценки на крафт расходников. Например, ранее для крафта энергии нужны были 35 коперников и 25 кубов, а теперь всего по 15. К тому же известно нам, что награды, например ресурсы, даются всем сразу игрокам в отряде, когда один игрок их подбирает. По авионике толком ничего не раскрыли нового, хотя можно отметить наличие такой способностей, как таран. Впервые нам показали миссии на Сатурне и Вуале, но имеется ограничение доступа. Вам нужно докачать хотя бы одну ветку навыков до третьего уровня, чтобы начать миссии на Сатурне. В то время как для Вуале нужно докачаться до седьмого уровня. На Сатурне корабли имеют 26 уровень, а мобы 60. В то время как для Вуале имеется 41 уровень кораблей и 90 уровень мобов. К тому же есть вероятность, что там мы обнаружим не только Гренир, но и врагов извне изначальной системы. Также было подтверждено, что на земле мы найдем босса в поясе Кормса. Там нас поджидает некий капитан Гренир в Галеоне, почти как на Танаконе. При полете на миссию можно заметить странный элемент интерфейса, который сразу же исчезает. Его назначение неизвестно. Также впервые мы видим применение тактической Вионники. Эдакая накидка бездны, своего рода невидимость. Затрачивает она 19 энергии, откатывается 120 секунд и замедляет корабль в два раза. Зато сама невидимость держится 53 секунды. Также если вы пролетите сквозь истребитель после запуска арчпушкой, то корабль будет сразу уничтожен, потому истребителя захватывать не получится. В этот раз точкой интереса миссии выступает супероружие. Эдакая пушка на астероиде. Для ее уничтожения нужно залезть внутрь, чтобы снять защиту с радиаторов, которые потом можно уничтожить из космоса. Но показано это не было. На этот раз показали абордаж Райлджека врагом. Прибыла компания из момбов, но ничего страшного они из себя не представляли. Зато теперь звучит сирена, если прочность корабля опустилась ниже половины. Еще нам показали в действии новое оружие корабля. Лазерные турели с цветами по бокам. Выглядит эффективно, но нужно следить за перегревом. Была показана и та самая черная дара, засасывающая врагов, нанося урон холодом. Еще было подтверждено, что для доступа к тактическому меню придется качать тактическую ветку прокачки. В этом тактическом меню можно увидеть пожар и пробоины на корабле, что довольно удобно. Что касается телепортатора, то он дается при максимальной прокачке тактики. Применяться он может для возврата с вражеского корабля, либо для перемещения между отсеками Райлджека. Прокачка навыков пилота позволяет маневрировать в варпе, что может быть полезно для уворота от сгустков энергии. Хотя не было подтверждено, что это даст. Прокачка стрелка позволит вступить в режим дополненной реальности, позволяя стрелять на все 360 градусов. В целом же подобная прокачка очков навыков привязана к синтезу, потому в теории можно прихватить с собой бустер синтеза и смиту для ускоренной прокачки. Для новичков рекомендуется оказывать поддержку в рамках корабля, в то время как игроки с прокачанными фреймами и оружием могут себе позволить действовать за пределами корабля. Насчет кастомизации было подтверждено, что изменять внутренний дизайн корабля точно нельзя будет в первом году, но скины будут для вида снаружи. Также с выходом обновы можно будет посещать Реллджек через орбитер. И теперь главный вопрос, который нас мучает уже года два. Когда же это все дело выйдет? Ибо каждый раз мы получаем новую инфу, но так и не узнаем, когда это все выйдет. С одной стороны, у нас есть намек на самом корабле, имя которого Декабрь. С другой стороны, согласно wccftag.com, Эмперей выйдет в 2020 году. Похоже, нам все-таки придется дождаться Game of Arts, где будет заявление от наших разрабов. Напомню, что начнется это шоу в пятницу, 4 часа 30 минут по МСК. И под конец оставлю скриншот Deluxe Excalibur, трубка которого прилагается. Выглядит это все дело занятно, хотя интересно узнать, исходит ли дым из трубки. Ну а на этом у меня для вас на сегодня уже все, потому всем всего, всем удачи и всем пока.